Американцы здесь не пройдут. Что говорят немцы о Северном потоке-2? Весь последний год в мире не стихает дискуссия о том, должна ли Европа поддерживать совместный с Россией проект Северный поток-2. Причем в нем участвуют не только страны Старого Света, которым новый прямой газопровод РФ и ФРГ крайне выгоден. Против данного строительства активно выступают США, Трамп постоянно упрекает Германию за пресловутую зависимость от российского голубого топлива, лоббируя при этом продвижение на европейский рынок энергоносителей американского сланцевого газа. М. Вецела Р. К. Шифер М. Мирен А. Миллер Г. Шрёдер И. Кашер Ж. Мистрали Р. Зелий М. Варник после подписания соглашения о финансировании Северного потока-2, 2017 год. Немецкий виртуальный журнал «Лэкэ» опубликовал на своем портале подборку писем от простых немцев, которые выражают поддержку строительству СП-2, открыто высказываясь о том, что они не дураки и не обязаны переплачивать за газ только для того, чтобы поддержать экономику Украины или угодить заокеанскому большому брату. Действительно, почему немцы должны помогать незалежные за свой собственный счет и оплачивать дополнительные транзитные пошлины, взимаемые киевскими чиновниками за те же самые углеводороды из России? Этим вопросом задает Свальтер Херцог из Аттерфинга. Ведь в обоих случаях в запасники ФРГ поступает сибирский газ из РФ. Только через Северный поток-2 он будет идти без транзитной надбавки к стоимости, а по прямым расценкам Газпрома. Так зачем же переплачивать? Чтобы Украине жилось получше за счет немецких налогоплательщиков. Мюнхенецк Керт Липхен вообще предлагает убрать из сугубо экономического вопроса идеологическую составляющую. Липхен призывает покупать газ у России, потому что он там просто дешевле, нежели СПГ и США. А ведь в прагматичной Германии точный расчет на основе здравого смысла всегда должен превалировать над политикой, особенно когда она продиктована из-за океана. Расширяет идею Липхена о выдуманной энергетической зависимости Германии от России и его земляк из Эрдинга Дэр Вальфгангдастер. Доктор утверждает, что гораздо страшнее зависимость экономики ФРГ от катарской или саудовской нефти, потому что обе страны на нефтяные прибыли финансируют различные исламские группировки на Ближнем Востоке. А это, в свою очередь, порождает военные конфликты и нестабильность в регионе, в результате чего Европа погрузилась в пучину миграционного кризиса последних лет. Более того, если немцы откажутся от российского газа, тогда Германия впадет в полную зависимость от газа из США, что тоже нельзя назвать очевидной энергетической диверсификацией для ЕС. Помимо этого, добавляет Дастер, никого в ЕС почему-то не пугает то, что все компьютеры Европы собираются в Китае и Индии. То есть вроде бы налицо техногенная зависимость от Азии, но это уже здесь в порядке вещей. Так почему же отношение европейцев к газу из России должно быть другим? О нелогичности доводов против Северного потока-2 говорит и Петер Салах, проживающий в немецком Дайнинге. Во-первых, замечает Салах, дополнительный газопровод не увеличивает зависимость ЕС от РФ, а увеличивает лишь надежность поставок. А во-вторых, Германия вкупе со многими остальными европейскими странами уже давно отапливается российским голубым топливом и до сих пор не испытала никаких неудобств от этого, невзирая ни на какие внешнеполитические противоречия между Москвой и Берлином или, скажем, Брюсселем. Ну, а если пустить газ из Сибири в немецкие запасники не напрямую, как это предполагается при реализации СП-2, а, допустим, через Польшу, то в таком случае Германия будет просто зависима еще от одной страны, и все, подытоживает Петер. Многих бюргеров очень разозлило предупредительно негативное письмо, которое написал и разослал американский посол немецким бизнесменам, участвующим в проекте нового газопровода. Житель Мюнхена Петер Шлинг открыто пишет о том, что для Федеративной Республики недопустимо идти на поводу у большого брата, особенно учитывая тот факт, что брат, возможно, и большой, но глупый с мозгами как у десятилетнего придорка-недоучки. Также немецкие граждане недовольны и открыта шкурнической позицией штатовских газовиков, политику которых совершенно недвусмысленно лоббирует президент США. Петер Шрёдер из Зигерцбрунна пишет о том, что Вашингтон рассчитывает выдавить российские углеводороды с европейского энергетического рынка и заменить их американским жиженым газом. Понятно, что при этом американское казначейство получит барыши из экспорта СПГ и за счет строительства флота крупнотоннажных судов для его транспортировки. Но, с другой стороны, немецкая экономика очевидно остается в накладе, покупая штатовский газ втридорого, и Шрёдер говорит о полной абсурдности этой ситуации для Германии и для Европы в целом. Этой публикацией немецкой онлайн-издания «Лэка» еще раз подтверждает то, что простые жители Германии еще не утратили остатки здравого смысла и здравого прагматизма. А по-сему рядовые немецкие обыватели активно выступают в поддержку Северного потока-2, не понимая, почему они должны переплачивать за газ лишь в году США или поддерживая за свой счет украинскую экономику.